Всем привет, с вами NotBear и вы смотрите 14 серию игры PlanetCoaster. Да, я совсем забыл, что в игре есть определенные задачи и достижения, которые можно достигать. Очевидно, раз это достижение. Возьмем тысячу и смотрите, нам здесь предлагают построить какие-нибудь горки с двумя инверсиями или же хотя бы с двумя секундами времени в воздухе, чтобы это могло значить, понятия не имею. Я его удалил! Я думал, я окно закрою. А я удалил достижение. Ладно. Ничего страшного, вандализм какой-то, ну-ка, 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 где тут? Кто-то опрокинул мусорку опять, что же вы будете делать, а? Причем прям под камерой это сделали. Вот же ж... Злодеи, негодяи, ладно. Что мы будем делать в этой серии? Продолжим дальше, возможно, какой-нибудь аттракцион поставим, обязательно будем следить всю серию за тем, как тут по вандализму, потому что вроде бы кое-как я в прошлой серии это порешал, но не до конца. Или в позапрошлой это было. Короче, определенно к этой штуке надо вернуться, потому что вот вроде бы как проблем нет, да, здесь? Восстанавливать нет. А нет, есть что восстанавливать. Перевернули две урны и четыре лавки перевернули. Ну, ничего страшного, ну, вернее, страшно, но ничего прям такого ужасного нет. А что значит две секунды в воздухе все-таки? Я, конечно, удалил это достижение возможное. Но нам деньги не сильно нужны, если честно, если так правде в глаза посмотреть. Мы в минусы идем? А почему мы в минусы идем, интересно? Не, мы не должны в минусы идти, у нас достаточно много денег. Я тут видел, что люди жалуются на то, что очень дорогие продукты у нас. Вот здесь большая очередь. Вот думать, что это слишком дорогой, и думать, что туалет слишком дорогой. Давайте туалет поправим, ладно. До полутора доллара, да, опустим, причем во всех туалетах сразу. Дальше, что у них еще дорогое? Хот-доги слишком дорогие. Хорошо, давайте изменим цену и на хот-доги тоже. Я думаю, до шести где-то, да, и, соответственно, до девяти, наверное. Вот так вот, да, и используем эти цены во всех хот-догах, во всех магазинах с хот-догами. Еще слишком дорого милкшейки у нас продаются, по-моему, мы уже опускали милкшейки один раз. Давайте еще раз опустим, не страшно. Ровно четыре. Хорошо, здесь очень много людей пытается стоять в очереди, но тут она коротенькая, конечно, получается, поэтому нам оно и кричит об этом. Ну, ничего не поделаешь пока что. Я, конечно, попробую распределить еще, но, в принципе, главное хотя бы понемножечку разгребать с этими проблемами, потому что проблемы есть. Челлендж комплитед, да. Нам говорит, чтобы я построил горки, но... Ой, с горками, конечно, это отдельная тема, потому что я уже пробовал горки строить на кадр, и, знаете, это на самом деле не самое прикольное, что может быть. Возможно, мне они не все даже нравятся. Давайте попробуем поизучать горки. Возможно, я что-нибудь поинтереснее выучу, да, и будет намного лучше. Давайте поставим как можно дороже. Деньги-то у нас есть. Потому что, смотрите, оно будет изучаться 90 дней, это очень долго. Сколько максимум? Я могу даже три поставить, а четыре могу? Нет, три это максимум. Давайте везде по три поставим. Хорошо, что можно Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V делать. Отлично, маркетинг, не будем добавлять, людей вроде бы в парке хватает. Чего же тут говорить? И я смотрю, что статы потихонечку растут. По крайней мере, по туалету явно выросла, по энергии выросла, по еде выросла, по воде еще не выросла. Что же с вами такое? Сколько вам нужно этой воды? И где? Вопрос где? Потому что мне кажется, что, ну, да, длинной очереди стоят. Давайте внимательнее посмотрим. Значит, многие пытаются вломить... Да, закрой... Закройте это окно куда-нибудь. Многие пытаются вломиться вот сюда в очередь. Многие пытаются вломиться сюда. Да, странно, вроде бы тут никого нет. Здесь многие, хорошо. Ну, это понятно, все остальное я смотрел. Значит, идея в том, что здесь люди очень сильно ломятся в эти два киоска. Хорошо. Хорошо, ну, вернее, плохо, конечно, но, по крайней мере, понятно, куда они ломятся. Давайте поставим еще один тут маленький. И, пожалуй, на этом и остановимся. Даже, возможно, сейчас я просто его скопирую, да и все. Хотя, какой скопирую? У нас должны быть, сто процентов должны быть какие-нибудь с напитками магазинчики. Дринк, планеткоустер. Ну-ка. Слушайте, а нормально выглядит, да, даже вот, по-моему, в стилистике вот этих вот двух. Каждый раз не перестаю удивляться этой игре, потому что она всегда что-то подкидывает, знаете, подходящее. Вот вроде как думаешь, ну, придется самому что-то делать. В тот раз и что-то реально очень подходящее. Я хочу подальше как можно от дороги поставить. Вот здесь, по-моему, будет идеально, да? На углу как раз там за очередью. И лавочку не придется. Ну, как же так, а? Подождите, ну, здесь же можно было строить. Ну, что же ты? Обманываешь меня? Ну, давайте немного поближе. Вот смотрите, точно можно, да? Вроде бы как отмечают, что можно. И оп, нельзя. Причем, смотрите, уже тут нигде нельзя. Ну, ну, как же так? Я пришел к выводу, что там проклятое место. Либо я вообще в этой игре ничего не понимаю, либо место проклятое. Но поскольку все-таки я хоть что-то понимаю, наверное, все-таки место проклятое. Переместим эту траву немножко, которая тут задевает. И, в принципе, место тоже неплохое. И очередь длинную получилось сделать. И вроде бы как красиво. Да, тут все там даже у него внутри кустики растут. Но пусть, наверное, так и остается. Ну, ладно, не пусть так остается. Надо все-таки поправить. По-хорошему. А вот так, думаю, уже нормально. Цены здесь, по-моему, будут такие же, да, как и везде. Хорошо. А что-то тут починилось у нас, что-то поломалось. Хорошо. Впрочем, процесс идет. Я надеюсь, что с этим киоском питьевым людям уже будет нормально. Тут у них и банкомат недалеко где-то был. Вот он, кстати. Так что пусть не жалуются ни на что. Я думаю, я уверен, что тут у них все будет отлично. Да и местечко такое тоже ничего. Но вот этим, правда, скучновато, наверное, сюда смотреть. Да, давайте им телик, что ли, сюда повесим. У нас наверняка есть какой-нибудь телик. И поинтересней, побольше. Че оно не загружается-то? Так, примагнитим, да, смотрите. Есть побольше, есть поменьше, есть черный, есть... Я хочу вытянутый, но большой. Квадратный неинтересно. Ого, даже есть крепление. Ух ты. Ух ты. Ну это прям, по-моему, очень большой, да? Или нормально? Projection Screen Video Wall Panel. Во, нам нужна именно панель на стенку. Вот здесь. Чтобы людям было че посмотреть в очереди, скажем так. Давайте добавим. И даже я знаю, какое тут видео поставлю. Да что-то как же его сохранить-то? Все, окей, что-то я разучился играть в эту игру. Но давно не заходил, оно понятно. Для вас тоже серия достаточно давно выходила. Еще на прошлой неделе, да, немножко я решил отдохнуть от этой игры. Поднабраться, скажем так, идеи. Обдумать, что я тут наделал за все это время. И по-моему, вот так оно достаточно неплохо. Камеры тут стоят поблизости или нет? Вот здесь камера, да, так что я думаю, ближе ставить не... Хотя вот смотрите, здесь камера, да. Вот здесь вот нет камер никаких. Вот в этой зоне. Или я не вижу, или здесь нет камер. Да, здесь камер нет, давайте добавим. Хуже не будет. Камера большая, вот такая вот. Наверное, здесь пусть стоит. Или здесь. Давайте лучше здесь. Все. Странно вообще, что я тут не поставил камеры. Давайте еще здесь, на этой стороне, где-то подальше только. Вот тут. Да, она тут хорошо будет вписываться. Потом камера еще у нас стоит вон там. Ну, получается, здесь тогда не хватает, да, прям вот над этим мусорником. И тогда все будет идеально. Восстанавливаем заодно его. В следующий раз камера его заметит. Обязательно. Камеры, конечно, не противодействуют никак. Сломался, что ли? Да, сломался. Переворотом, но по крайней мере они сообщают вовремя о том, что что-то не то случилось, вандалов ловят, и вообще все нормально. Вообще, бороться с вандалами нужно людей задабривая, чтобы им было интересно и весело. Да, вот это здание все-таки скучновато, и давайте попробуем еще его кое-как украсить. У нас были тут разные кустики, деревья вот, по-моему, такие тут будут достаточно неплохо смотреться. Да, если я немножечко попробую... Ну, правда, хотелось бы за экран спрятать, да, вот это вот... То, что оно поросло тут немного, но, в принципе, и так тоже можно. А, нет, вот, отлично, смотрите, да, получается. Да, шикарно. То, что нужно. Какая-то военная маскировка получается даже. Но зато выглядит прикольно, да, тут дерево, тут кустик, вроде бы как нормально. Ну, конечно, жесть, ладно. Отвеличемся от этой темы, что там у нас по аттракциону? Опять вандализм, где? Вот, видите, оно заметило, сразу мне сообщило, и я сразу восстановил. Правда, почему ты вот эту лавку не заметила, я не знаю. Я по ней даже клацать не могу почему-то. Подождите. Восстановить, восстановить. Да, кучу всего опять попереворачивали. Хорошо, что тут у нас? Все открыто. Здесь все должно быть тоже открыто. Хорошо, гости. Все равно хотят пить упорно. Много актов вандализма, да, вот позасекали у нас. И это я только что восстановил, хочу заметить. Какая-то жесть. Очень злые люди у нас. Я вам тут уже как угодно строю... Челленджи, Вейлабол, ну-ка. О, парк рейтинг челлендж. Достигните рейтинга в 2000. А сколько у нас сейчас? Рейтинг парка. Где это смотреть? График рейтинг. Рейтинг, рейтинг, рейтинг. Вот он, парк рейтинг. А у нас уже есть 2000, мы уже достигли. Мы уже давно переплюнули это. Эй, мы это давно переплюнули уже. Вот он, парк рейтинг. Синяя полоска, вот 2000. Мы уже 2500 сделали. Ну, я думаю, что в следующем... В следующий раз нам этот бонус даст. Чудесно, чудесно, чудесно. Так. Плохо провел время. Требует возврата. Почему? Парк чудесный. Есть хорошие вещи, есть плохие. Хорошая безопасность в парке, говорят. Кому-то бабло вернули. Нормально, кстати. Нормально идем. В этом году будут растраты, потому что... Мы вкладываемся в исследования. Здесь мы ставили активно разные аттракционы и так далее. Тут они нам прибыль уже дают. В прошлом году мы аттракционы не ставили. Кстати, почти все поизучалось. Прикольно. Онлайн-компания бесконечно там работает. Это хорошо. Здесь, конечно, оно все в минус идет, но это нормально. Банкоматы, туалеты, это хорошо. Пусть минусы идут. Главное, чтобы людям было удобно и хорошо. По аттракционам. Я все поставил в тот раз или не все то, что у нас открылось? Давайте внимательно посмотрим. Здесь, по-моему, все поставил. Мне кажется, что вот этот аттракцион я не ставил нигде. Давайте внимательно посмотрим парк, но, по-моему, еще нигде. Он такой заметный достаточно, да? Так, чтобы сразу обратить на него. А вот он, да? Да, вот он. Значит, я все-таки ставил и ставил в самом начале. Хаммерс Уин точно ставил. Это вот этот вот здоровенный. Эликсир машин. Да, вот он. То есть, получается, я все уже и поставил то, что мог. Хорошо. Давайте тогда посмотрим все-таки вот эти вот трекрайд, там, где паровозики. Что у нас тут есть? Водные горки мы поставили. Там мы сейчас все просматриваем, да? Блюпринты именно. Хорошо. Внимательно давайте посмотрим, что нам предлагают. Нам предлагают такой вот с лодками вариант, но у нас такой уже построен. Предлагают с машинками вариант. Но это как бы просто машинки, они ездят не по парку. Они ездят по заранее заготовленной трассе. И знаете, давайте для примера я поставлю, а потом по примеру, поэтому, возможно, даже что-нибудь свое сделаю. Как-нибудь модифицирую или что-то в таком духе, потому что самому сразу же с первого раза сложно понять, чего они от меня хотят. Где тут вообще вход, я не могу понять. Давайте дружно найдем вход в это здание. Логика подсказывает, что вход вот в этом вот маленьком здании. Ну, допустим. Допустим, вход там. Поставим в этой зоне, наверное, эту трассу. Просто на посмотреть. Она пока что ничего не будет другого обозначать, просто посмотрим, как она будет функционировать. Чисто из интереса. Потому что реально, ну, я даже не могу понять, как ей, собственно говоря, пользоваться. Ага, вот с выходом мы определились. Вернее, со входом. Хорошо, вход значит здесь. Давайте вот так его поставим. Выход. Где можно выход поставить? С этой стороны выход нельзя, значит, выход с той же стороны, с которой и вход. Ну, понятно, тут особо вариантов даже и нет. Хорошо, давайте делать тогда очередь вместе с приоритетной и вообще совсем-совсем вместе взятым. Странно, тут забор, конечно, проходит, но, наверное, забор нам позволят убрать. Хочу привязку хоть какую-то включить, потому что совсем неровно выходит. Ну что, я думаю, пора разворачивать. Ставлю небольшой зазорчик для того, чтобы сделать приоритетную очередь. Это очень важно. Деревцо потом перемещу, не беспокойтесь. Забор тоже потом перемещу. Все потом перемещу. Не нужно переживать. Ну что, я думаю, уже можно как бы и заканчивать. Не знаю, маленькая очередь и большая очередь для этого аттракциона. Думаю, что нормальная. Где тут приоритетная очередь? Значит, да. Поставим вход для приоритетной очереди. Ну, так как я и думал, здесь и выход. Хух, я думал, не влезет уже никак. Значит, как можно ближе его вот сюда. Теперь самое сложное это соединить. Ну, ладно, это на самом деле совсем не сложно. Хотя нет, не все пошло так гладко. Ну, в принципе, вот так, по-моему, хорошо. Да, смотрится достаточно привлекательно. Нужно только забор теперь этот поудалять, который здесь. Как это редактировать все? Вот забор тут есть, да? Как этот забор я могу поредактировать? Надеюсь, что забор это относится к зданию. Ну, практически. Зато, знаете, украшать ничего не нужно. Очень сложно попадать по вот этим заборам, если честно. Но зато смотрятся они очень даже хорошо. Этот, наверное, тоже. Давайте этот подвинем лучше. Мне кажется, его будет лучше подвинуть. Чтобы аккуратно смотрелось. Вот так. Угу. А здесь, по-моему, он и так практически впритык стоит, да? Давайте этот тогда немного провернем. Чтобы все смотрелось более-менее реалистично. А вот так вот и в эту сторону подвинем. Все, шикарно. О, как раз свет включили, да? Вижу, что еще немного повернуть, наверное, стоит. И еще немного подвинуть. Отлично. Все, меня это более чем устраивает. Заборчик везде соединен очень даже достойно. Осталось только включить и смотреть, как он будет работать. Реально, я сам пока что не хочу строить, я его потом буду модифицировать. Но мне кажется, я бы запутался здесь просто с этим аттракционом. Тест-то почему тест? Опа, скорость можно менять. Можно менять скорость. Отлично. Отлично просто. Протестируем-ка. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Глянь, что получится. Давайте, едьте. Че вы стали? Я тест включил. О, погнали. Смотрим на статы. Я думаю, будут лучше, чем по умолчанию. Прямо сейчас включу и будем параллельно смотреть, какие по умолчанию у меня получились. Но с тошнотой все понятно. Тачек, конечно, тут немало, но я уверен, что разработчики рассчитали правильно. Честно говоря, я бы даже убрал, наверное, парочку. Одну бы точно убрал. Потому что реально людям придется стоять и только ждать лишнее время. Ну давайте, сейчас они доедут, и я уберу одну или две. Что изменилось? О, изменилась радость в лучшую сторону, изменился страх в лучшую сторону. Потому что идеальный страх — это пятерочка. Слушайте, по-моему, шикарно. Шикарно, пусть так и остается. Давайте еще посмотрим, что мы тут можем сделать у него. Ну да, количество машинок я уменьшу до пяти, наверное. Да, было шесть, я сделаю пять. Так, equal priority, хорошо. Время ожидания. Угу. Ну и все, тут особо больше ничего и не сделаешь, только скорость можно менять. Сейчас пройдет еще один тест, и после этого теста я включу его наконец-то. Статы увеличили, это прикольно. Оказывается, скорость можно менять. А людям что еще нужно? Конечно же, только скорость на таком-то аттракционе. Все, прошло тестирование, открываемся. Посмотрим, как он заработает, учитывая, что тут даже ничего не нужно редактировать 95%. Ну, возможно, я бы кусок травы какой-то... Ух ты, как побежали. А что вы скажете, будем ли мы им добавлять стоимость входа на этот аттракцион или нет? Знаете, я считаю, что стоит добавить, чтобы они потом сказали, «Ой, типа, дорого, а я типа обратно вернул, как было». Опа, стоп-стоп-стоп, почему отходите? А, недостаточно кэша у них. Кэша недостаточно. Хорошо. Раз недостаточно кэша, я знаю, что с вами делать. Где там у нас банкоматец? О, он уже, кстати, готов, да? Там был вроде бы. Мне очень понравилась эта идея с банкоматом именно в той форме, в которой он был. Э-э-э, вот он. Как раз он более-менее подходит и к вот такому вот стилю здесь. Давайте этот же банкомат прям тут и поставим, где-то вот так. О, как раз тропинка, да, прям смотрите, как проходит. По-моему, будет идеально, если я поставлю его так. Все, бегите, бегите, бегите. Замечательно. И камера тут есть одна, и камера... И камера одна. Ну, нормально. Надеюсь, им скоро дойдет, что там есть банкомат. Что происходит? Ух, ну кого-то устраивает, кого-то не устраивает. Но в основном проблема в том, что недостаточно денег. Ага, это утро. Ну да, они побежали к банкомату, эти умные ребята. Ну, убежали куда-то в сторону. Что не так? Да, очередь длинная, говорят уже. Ну, ничего не поделаешь, тут большая очередь смысла делать... Оооо, я не соединил выход с выходом. Точняк. А как оно мне вообще позволило открыть этот аттракцион, учитывая, что... Учитывая, что тут были проблемы с выходом. Все, замечательно, сохраняем, пусть ходят. А люди выходят, а то я выход забыл сделать, надо же. Ну, с кем не бывает. Опять же, очередь больше смысла делать нет, потому что люди иначе просто долго будут стоять в очереди, и это нам никак не поможет. Пусть и не идут, отдают деньги на каком-нибудь другом аттракционе. Или платят за приоритетную очередь, одной из двух. Ну, вроде бы, как они довольны достаточно. Да, там разные жертвы, вижу, сообщаются, это все понятно. Еще один акт вандализма. Надо почаще следить, потому что мне кажется, что вот эти перевернутые лавочки... ...заставляют других тоже переворачивать. То есть все видят, что, а, все перевернуто, значит, можно еще переворачивать. Что-то в таком духе. И из-за этого начинаются проблемы. Но я считаю, что я тут такой трафик неслабый наладил, вот по вот этой дорожке, которая ближе к выходу идет. И тут туалет недалеко, да и вообще все, в общем-то, рядом, и банкомат им тут, и все, что хочешь. О, точняк, лавочку нужно поставить. Лавочка — это вещь нужная. Где она? Я еще ни одну лавочку не ставил в этот раз. Немного заметил скорость, потому что аж притормаживать начало. Давайте, наверное, здесь поставим, прямо напротив. Да, место хорошее. И здесь еще можно. Да тут повсюду можно лавочки, в принципе, поставить. И знаете, я так присмотрелся, по-моему, вообще без разницы, где они стоят. За забором, перед забором, эти лавочки все равно переворачивают, все кому не лень. Может быть, у меня их слишком много, их поэтому переворачивают. Типа, на каждом углу лавочка стоит, надо перевернуть. Не думаю, что, конечно, люди настолько больные здесь, но всякое может быть, правильно? Слишком много гостей хотят пить. Где? Вот где они хотят пить? Здесь у них есть вода. Здесь у них есть вода. Где у них может не быть воды? Давайте подумаем внимательно. Здесь у них будет вода. Здесь есть вода, здесь есть вода, здесь есть вода. Что оно такое? А, это аниматор у меня такой, круто. Этот аттракцион сломан, но я думаю, пока он не будет сломан, тут как раз можно будет поставить здесь, вот прям в этом домике, дополнительный магазинчик, в котором будет продаваться не что иное, как вода. Давайте вот уберем несколько тут фрагментов и поставим, кстати, его одной, наверное, даже вот так и поставим. Не будем до конца все убирать, что тут можно скопировать. А здесь, кстати, ничего и не копируется. А, тут арочка копируется, да? Давайте скопируем эту арочку. Где тут она? И поставим ее с вот этой стороны тоже. Она двусторонняя, что ли? Да, она двусторонняя. Вот так вот. Если что, эту досточку уберу, но мне кажется, что необходимости ее убирать на самом деле нет. Да, и что им можно дать тут попить? Дайте просто воду. Просто воду. Я думаю, никто не будет против чисто воды. А на каком уровне тебя поставить? Вот. Да, все-таки лишняя деревяшка, но нужно как-то дополнить этот стиль, мне кажется. Не стоит его разрушать окончательно. Вот так, по-моему, будет неплохо. Да, отлично. Пусть вот так и остается, криво, косо, но зато работает. Все, заканчиваем эту работу. И что это у нас? Water, да? Pip-Shot Water. Повесим тут вывеску. А что у нас с той стороны? Может, у нас и с той стороны вода? Да, я два в одном поставил. Не, здесь шарики продаются. Ну, хорошо, а здесь, значит, будет продаваться вода. Отлично, пусть люди идут, раз они пить хотят, значит, вода им будет. Я вижу, что тут освещения, по-моему, немного не хватает. Давайте как-нибудь попробуем подсветить именно это здание. Так-так-так, что тут у нас есть? Именно по освещению. Надо что-то такое, что может ассоциироваться немножечко с водой, или что хотя бы будет относительно нормально смотреться у нас на доме. Можно, знаете, вот под козырьком этого дома повесить какое-то такое освещение. Будет, по-моему, прикольно. Как вы думаете? Я думаю, будет прикольно. Давайте так и сделаем. Только немного провернем, конечно же. Ну, вроде бы, достаточно ровно, да? Гравитация действует правильно, но там уж мало ли кто это ставил. Идеальной ровности не бывает. Вот, вот так вот смотрится уже получше, не так как-то уныло, скучно. И кажется, что что-то освещается, и людям не так страшно. И теперь нужно что-то связанное с водой тут обязательно поставить, потому что здесь же вода продается, правильно? У нас должны быть уже какие-то или готовые заготовочки с фонтанами, ну, не такие большие, конечно же, как вот этот, а что-нибудь поменьше. Знаете, давайте вот такие вот вазочки здесь поставим. Я потом еще цветочков насажу. Даже давайте кусты сделаем просто пока что. Пока что просто кусты. Вот так, а то там скучновато все смотрится. А, и теперь где-нибудь из вот этой вот вазочки одной будет бить фонтанчик периодически. Я вот этот ставлю, и дальше даже другие смотреть не буду. Нужно только вмонтировать его туда, в эту вазочку. Аккуратненько. Ну-ка. М? Как вам? По-моему, смотрится очень даже чудесно. Немного кривовато, конечно. Но я по-другому не мог. Я старался очень сильно, но не мог. Ну вот теперь вообще идеально, прям четко. Теперь претензий точно быть не должно. И очевидно, что это водичка. Давайте еще немного освещения здесь добавим рядом. И на этом, пожалуй, по крайней мере с этой деталью мы закончим. Вот такую вот поставим здесь лампочку. Небольшую. И все. Я думаю, ночью будет это чудесно смотреться. Давайте проверим. Ну-ка. Нет, я бы хотел какую-то подсветку именно под сам фонарик, наверное, сделать. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Такое, что будет светить вверх. Ну, это не совсем то. Конечно, вариант интересный. Впрочем, нет. На самом деле, вариант действительно хороший. Я знаю, как я его сейчас тут сделаю. Ну, вот это слишком большой, да? Это слишком большой. Это лучшее, что тут можно найти. Нужно только поставить его четко по центру. И дальше уже с ним работать. Проблема в том, что он не освещает ни разу. Посмотрите только. Воду он не освещает. Вот так освещает. Но это же кошмар, правильно? Давайте его вот туда куда-то поставим, значит. К тому дому. И вот он слегка голубоватым цветом будет оттуда светить. Конечно, не совсем то, что я хотел. Я хотел, чтобы именно была подсвечена водичка. Но почему-то она не подсвечивается. В принципе, мне и так, конечно же, хватает. Даже так оно достаточно хорошо смотрится. Не хватает только тут, наверное, камеры еще. Где-то в том же месте. Буквально одной, где-то здесь. Ну, так вот. Будет засвет, конечно, с одной стороны. Но там вряд ли под потолком кто-то будет находиться. А в принципе-то смотрится очень даже привлекательно. И очень даже хорошо. Опять много гостей пить хотят. Ребят, напишите мне в комментарии. Или я чего-то не понимаю. Этот еще не починили. Или действительно нужно банально им больше магазинчиков с водой. Потому что они просто везде уже стоят. Они везде есть, эти магазины. Я даже не знаю, что еще можно сделать. Реально просто хотят пить и хотят. Много лавчик переворачивают. Не дать, не взять. О, у нас, кстати, выучились новые горки. Давайте посмотрим, что же мы такого тут выучили интересного. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Прямо интересно. Значит, первое. Что там у нас? А, Нубис. А какие-то горки идут. Хорошо. Второе. Райвл. А еще горки. Интересно. И последнее. Кэньюн Раннер. Хорошо. Еще одни горки. Паровозик только. Но я не скажу, что я прям сильно вдохновлен этими всеми горками. Давайте еще поставим. И вот такой вот вариантик. Все разные. Не знаю, что это может значить по названиям здесь. Что-то значит. Давайте везде 3000. Хорошо. Пойдем в минус, конечно, немножко. Но нам не страшно. У нас деньги есть в запасе. Я хочу сейчас выучить как можно больше аттракционов, чтобы было действительно очень прикольно и интересно. Включим обратно обычный ход времени. Сейчас ночь, что ли? А сейчас оказывается ночь даже в обычном режиме. Ой, я обещал это дерево переставить. Помню, помню, помню. Ну вот так. А давайте проедемся на этой машине. А то я как-то так поставил. Непонятно, что вообще это из себя представляет аттракцион этот. Во, поехали. Будем с разных ракурсов посматривать. Эй. Синематик, да, это то же самое, что и сит, или оно меняется просто периодически? Давайте кинематографическую камеру. Она будет переключаться периодически у нас. Да, и так намного интереснее. Вот тут фонтанчик. Один из тех, которые я уже ставил. Хорошо. Достаточно аккуратно все сделано. Мне нравится забор. Да, правда, обратите внимание, что забор немного припонят над землей. Это такое. Поправлю за кадром. Еще фонтанчики. Прикольно. Голова, правда, немного кружится, но это... Их вроде как не тошнит, значит нормально все. Вижу, что бывают тут подъемы небольшие. Неплохо, неплохо. На машине по дому, правда, кататься это очень странное решение. И все, конец. Хорошо, что я убрал, видите, машинку, потому что они и так стоят даже в очереди на выгрузку. Если бы было на дну больше машину, но это просто люди бы стояли зря в очереди. Я вот одну убрал. Ну, ну что, ну как можно так много пить? Так сейчас я вам дам. Сейчас. Подождите. Хотите пить? Сейчас будет. Вот у нас тут был хороший такой фонтан. Захотите пить, подойдете, попьете. Вот этот мне очень понравился. Это же фонтан, да? Да, это фонтан. Вот правильно. Сейчас я его поставлю где-нибудь и будут ходить к нему пить. Вот прям здесь хорошее для него место. Здесь тематическое такое. Да? Правда, и так перегружено всякими вещами. У меня все уже, наверное, перегружено. Но место тут хорошее. Давайте здесь поставим. Или лучше здесь? Лучше здесь. Он со всех сторон, кстати, достаточно красив. Давайте его так поставим. Ну-ка. Да, пусть смотрят. Очень хорошее место. Оно подходит. И тут вазочки вот эти стоят. Прям все-все-все. Все предпосылки для того, чтобы здесь стоял именно этот... Ну что же вы мусор раскидываете-то? Жесть. Не знаю, что с ними делать. Давайте еще одного уборщика. Который будет без зоны, но супер прокачанный. А я могу его сразу прокачать или нет? Ага, не могу. У них тут должно время пройти. Что вы написали? Что вы написали? Слишком много гостей пытаются купить милкшейки. Хорошо. Слишком много гостей здесь, слишком много гостей здесь. И здесь слишком много гостей. Слушайте, значит, действительно проблема в том, что недостаточно у нас на самом-то деле магазинов продуктовых. Я не думал, что это такая проблема. Давайте напротив вот этого магазинчика с напитками поставим магазинчик с какой-нибудь едой. Тут место есть как раз с едой. Блюпринтовый какой-нибудь, потому что не время заниматься. Ну, сайфайный, наверное, чересчур будет, да? Давайте тоже в тематике, вот в этой. Знаю, что у нас там недалеко есть очень похожий, но это ничего. Здесь же тоже ему место, правильно? В чем дело? Во, поставился. Я не знаю, почему иногда сбивается. Если кто-то знает, тоже напишите в комментариях. Меня этот вопрос прям безумно волнует, потому что сильно сбивает с толку. Да, поставил, сразу же посетители пришли, вроде бы ни на что не жалуются, и все чудесно. Я надеюсь, что это поможет, и что я все-таки прав. В том смысле, что нужно действительно побольше добавлять на данный момент разных магазинчиков, и ставить их намного чаще, чем они у меня были. Я прям удивлен, что их настолько много нужно. Я не ожидал, что их настолько много нужно. У меня их было настолько мало, оказывается. Кто бы мог подумать. Но, тем не менее, это все правда. И я нашел вход. Я нашел вход. И нашел выход. Давайте перенесем. Хе-хе-хе. Ну, бывает. С кем не бывает. Я хочу несколько выделить здесь фрагментов сразу. И переместим всю эту установку на вход, который у нас на самом деле получился. А вход у нас получился здесь. И как я так мог не доглядеть? Ну, ночью я это ночью ставил, поэтому и не видел. Это будет мне оправдание. Вот так вот. Очень даже хорошо получилось. Здесь, правда, без забора, но это ничего. В принципе, там понятная ситуация абсолютно. А вот здесь его нужно, конечно же, теперь дополнить. Поредактируем, да, и продублируем немного. Ну, это быстро очень лечится. Не хватает немного здесь заборчика. Придется в два этапа идти. Так, здесь соединение есть, и теперь эту дырку тоже нужно заделать. Это не так просто, как может показаться. Это вам не просто так соединить два фрагментика. Ну, в этот раз действительно просто получилось, потому что там идеально рассчитано ровно под две единички таких. Ну что, я думаю, на этот раз действительно справились, и знайте, что я думаю, можно заканчивать эту серию. Спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, оставляйте свои комментарии, пожелания, и увидимся в следующей серии. Спасибо.